Всем привет, с вами Халепа Евгений, это мое еженедельное видео с прогнозом рынка нефти. Ну что ж, давайте приступим. Вышли два отчета от ведущих энергетических агентств, это ОПЕК и Международное энергетическое агентство. На прошлой неделе были данные с прогнозом от Министерства энергетики США. Перед вами на мониторах сейчас картинка, которую я публикую в своем телеграм-канале. Всем, кому интересно, приходите, смотрите, читайте. Здесь будет коротко. Добыча в странах ОПЕК в сентябре упала на 47 тысяч баррелей, но это все по вторичным источникам. То есть, это не точно, можно так еще сказать, но тем не менее, нужно на что-то опираться. Мы опираемся на то, что нам транслируют энергетические агентства. Собственно, все участники рынка опираются на эти отчеты, поэтому не имеет смысла подвергать их критике и сомнению в данных цифрах. Нам важно понимать, что все их анализируют и все принимают решения на основании этих цифр. Далее, что интересно, в третьем квартале у нас спрос на нефть в странах ОПЕК 24 миллиона 450 тысяч баррелей, продакшн был 23 миллиона 840 тысяч баррелей. То есть, в принципе, баланс был даже очень скромненький. Всего лишь меньше миллиона был дефицит. Любопытно, что это по оценкам ОПЕК. Я повторюсь, что это именно по оценкам ОПЕК. Далее, что интересно, у нас спрос на нефть в четвертом квартале на нефть из стран ОПЕК 27,46 миллиона баррелей. Если, например, Ливия здесь еще пока не учитывается, 53 тысячи баррелей. Мы уже знаем, что на сегодня добыча Ливии 500 тысяч баррелей. Даже если она поднимется, например, до 800 тысяч баррелей в четвертом квартале. То есть, это получается к 24,1 миллиона еще добавить 800 тысяч. То есть, примерно будет 25 миллионов баррелей добыча в четвертом квартале. Плюс-минус. То есть, получается, что дефицит будет более глубокий, чем в третьем квартале. Около 2,5 миллионов баррелей. В принципе, глубокий дефицит также транслируется международным энергетическим агентством. Около 4 миллионов баррелей в четвертом квартале мы имеем тоже дефицит. Это же транслирует нам Министерство энергетики США. Что любопытно, что не учитывается вторая волна пандемии, поскольку невозможно спрогнозировать, оценить спрос на нефтепродукты в случае, если будет вводиться жесткий карантин. В принципе, если будет вводиться жесткий карантин, то это будут самые крайние меры от правительства. Потому что все прекрасно понимают, что экономика мировая не выдержит. Поэтому это должно быть большим форс-мажором, который никто сейчас не ожидает. Я в том числе, в принципе. И как это можно ожидать, если это невозможно оценить. Собственно, если все будет хорошо, то у нас в четвертом квартале будет приличный дефицит рынка нефти. И запасы будут сокращаться. Но, как мы видим, что это информация в свободном доступе. Поэтому, как бы это все видят. И мы понимаем, что рынок это ожидание. И хорошая есть пословица. Толпой за грибами не ходят. То есть, если нам показывают лонг, уверенный на четвертый квартал, то жди пролива. Потому что надо вынести всех перед тем, чтобы был хороший рост. Надо всех высадить, которые понабивались в лонги. Сейчас их все меньше и меньше лонгистов. Поэтому, в принципе, об этом я буду говорить на выходных в своем еженедельном прогнозе рынков. Кому интересно более подробно об этих двух отчетах и об отчете Министерства энергетики США, добро пожаловать в мой канал Телеграм. Ссылку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Теперь у нас, что мы здесь имеем. Это совокупные запасы на прошлой неделе. Америка, Япония и Порт Фуджайра. Это Объединенные Арабские Эмираты. Обратите внимание, что у нас продолжается снижение запасов нефти и нефтепродуктов. И мы уже выбиваемся из сезонности. Сезонно примерно вот с этого момента начинается рост запасов рынка, поскольку наступает низкий сезон. Пока у нас этого не наблюдается. Ну и по компонентам. В Фуджайра уже ниже запасы, чем в прошлом и позапрошлом году. Ниже только был в 2017, тогда, когда действовал жесткий режим ОПЕК+. Вместе с ростом спроса на нефть, потому что мировая экономика расширялась. Это интересный показатель, но мы сейчас к нему вернемся. Япония. Запасы немножко сократились. Опять-таки, сранее дистилляты. Но остается высоко. Ну и в принципе мы в сезонности. Сингапур. Рост дистиллятов. У нас дистилляты остаются высоко по запасам. И это, кстати, вот и нюанс. Нюанс, который я хотел вам показать. Порт Фуджайра. Отсюда идут дистилляты в основном на Юго-Восточную Азию. То есть, это страны тигры, которые там Корея, Тайвань и так далее. Плюс Сингапур порт и плюс Китай. На мой взгляд, как я уже неоднократно говорил, что дистилляты с портов ОАЭ, а это Ближний Восток, идут именно в Юго-Восточную Азию. И там накапливаются. То есть, мы видим снижение запасов по всем фронтам. Япония, там плюс-минус, да, Америка, Фуджайра. Но Сингапур растет, потому что здесь и накапливаются те запасы, которые идут оттуда в оттуда. И вот такая интересная картинка. Фотография у берегов Китая. Что происходит с танкерами. Вот такая вот штука вообще. Это реально прикол. Вот реально набито все танкерами. Ну, у берегов Китая уже скопилось около 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Представьте, это просто невероятно. И мы знаем, что Китай все накапливает и накапливает. Баланс рынка США. Да, удивительно, но по моим расчетам у нас идет избыток нефти был на прошлой неделе. Среднесуточный примерно там, ну, скромно там, около 50 тысяч баррелей в сутки. Да, то есть это 350 тысяч баррелей за неделю. Рост должен был быть нефти. И как это все посчитано, элементарно берется сторона спроса, то есть нефтепереработка. И от нее минусуется сторона потребления, да, то есть сторона предложения. То есть это внутренняя добыча и чистый импорт. Собственно, вот по этому расчету у нас удивительно, но есть избыток нефти. А мы увидели снижение там на 4 миллиона, если вместе с SPR, это стратегические запасы госдепа, да, то есть вместе с ними у нас было снижение запасов около 4 миллионов баррелей. Вот, ну, такая вот картинка. И удивительно, но на Кушинге сезонный рост запасов. То есть Кушинг является хабом для фьючерсов, которые торгуются на своеми. И вот мы видим, что там идет рост запасов нефти. При этом у нас базис остается глубоко ниже нуля, что говорит о медвежьем рынке. То есть цены на спот ниже, чем на фьючерсы. И этот дифференциал, он увеличивается, да, то есть почему? Потому что нефть в избытке на хабе. Также у нас фронтальный SPR остается низко и не реагирует на рост кодировок, который был 2 недели назад, да, и на прошлой неделе был рост приличный. И кривая, кривая, форвардная кривая остается в контанго, но оно не растет. То есть, по идее, должен быть рост контанго, да, потому что у нас идет рост запасов. Но общие запасы сокращаются. На мой взгляд, это всего лишь дрейф нефти с одного края света в другой. Не буду вам показывать ситуацию в Штатах с балансом нефти. Да, вы там, кто меня давно смотрит, знаете, что я пользуюсь своим файлом. То есть, там у меня идет разный анализ ситуации в нефтянке, американская, да, то есть там добычи, импорты всякие и так далее. Не буду вас не мутруждать. Давайте выводы и все. И закончим на этом наше видео. Здесь все просто, да. Мы видим, что международные энергетические агентства ОПЕК и Минэнерго США транслируют нам то, что у нас будет приличный дефицит рынка в четвертом квартале, в который мы уже вошли. Но на самом деле все эти агентства в один голос утверждают, что вторая волна пандемии может ударить по стороне спроса. Поэтому у нас и намечается, поэтому у нас и есть риторика ОПЕК плюс новая, да, которая, согласно которой ОПЕК будет обсуждать в конце ноября на заседании вопрос о том, требуется ли наращивать добычу в рамках действующего соглашения в следующем году. И, возможно, его отменят. Но на самом деле до ноября еще почти два месяца, да, то есть до заседания ОПЕК, но чуть меньше, там, шесть недель, да, например. Вот. И все это время рынок может оказаться под давлением, если мы увидим, что вторая, а мы уже это и так видим, да, что вторая волна пандемии заставляет правительство вновь ограничивать, вводить карантин там и так далее, и так далее. Наверняка это докатится и до Штатов, поскольку мы помним, что и весной так все происходило. Начало у нас было, ну, если не брать Китай, начало у нас было с Европы и потом это все перекатывалось на Америку. Почему сейчас более высокие показатели? На мой взгляд, потому что больше тестов, да, вот это все так примитивно и звучит, что я и говорил весной, что если бы не было тестов на COVID, то COVID-а бы не было. Это был обычный грипп, да, то есть, да, он имеет осложнение, да, он более динамичен, да, чем обычный грипп. Но, тем не менее, его бы все констатировали и идентифицировали как грипп, просто грипп. А так мы имеем тесты и чем больше тестов, тем больше инфицированных, естественно. Так или иначе, все не переболеют рано или поздно, ничего страшного в этом нету. Ну, надо понимать, что сейчас проблема с койко-местами в больницах, да, то есть, с персоналом и так далее. То есть, лучше сейчас беречься, а потом, ну, это я уже отступил от темы нефти, конечно. Вот, собственно, мы это увидели, да, что мы видим по поводу запасов. Мы видим дрейф запасов с одного конца света в другой конец света, да. То есть, запасы на самом деле в Японии тоже, да, высоко и выше, чем в прошлом году. Сейчас находятся запасы в Сингапуре выше, чем в прошлом году. Китай совершенно затоварен, Индия затоварена, Европа также затоварена. Там у нас профицит идет рынка нефти и нефтепродуктов. Поэтому, на мой взгляд, ничего здесь хорошего не происходит, что мы видим сокращение запасов в Штатах и на Ближнем Востоке, поскольку они накапливаются в Юго-Восточной Азии и Европе. Рынок остается затоварен и, на мой взгляд, где-то скоро будет новый пролив. То есть, я считаю, что есть высокие риски того, что рынок обновит лаи сентября. Но вот после этого будет интересный момент, поскольку к тому времени, на мой взгляд, первое, пройдет, конечно же, выборы в Штатах пройдут, мы увидим результаты. Сразу же будет заседание ФРС после выборов и мы увидим вектор, который выбрал ФРС. Наверняка будет преподнесен новый пакет стимулов, более серьезный после выборов. Это точно, поскольку у нас есть крупные деньги на счете казначейства. То есть, наверняка они подготовлены для того, чтобы после выборов влить их в экономику. Это будут либо трансферты, либо, вероятнее всего, это будут и трансферты, и инфраструктурные проекты, и, возможно, военка. То есть, это будет точно, потому что деньги для этого уже есть. Даже без дополнительных выделений денег. То есть, наверняка это произойдет сразу после выборов. Далее, те прогнозы, которые мы увидели о дефиците в четвертом квартале, если мы не увидим жестких ограничений, хуже, чем это было весной по мировой экономике, то, в принципе, спрос будет более-менее устойчивый. Также у нас есть риторика ОПЕК. То есть, я веду к тому, что, скорее всего, после выборов можно будет и в случае пролива и обновления минимума все сентября, можно будет искать долгосрочные позиционные покупки нефти и вообще в целом всего товарного рынка. В принципе, я это и планирую делать. Своё мнение об этом я выскажу в еженедельных прогнозах, которые выходят по воскресеньям. Также я скажу, что техническую картину по рынку нефти и вообще в целом по финансовым рынкам вы найдете в моем блоге на тренинг.вью. Подписывайтесь, в том числе там есть свежий взгляд на технику по рынку нефти. Это и всё. С вами был Халиб Евгений. Всем спасибо. До встречи на рынках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова